Мужской монастырь, меня всегда из-под сюда тянуло. Вход в Кремль бесплатный. И давайте я вам покажу, какой вид открывался псковским пушкарям. Вот и во Пскове, друзья. Мужской монастырь, меня всегда из-под сюда тянуло. Вечером, прямо уже в темноте, ночью практически, бегают везде. А меня еще поразило. Вот, пожалуйста, выделенная дорожка для велосипедистов. Ты как раз по ней идешь. Практически как в Голландии, друзья. И велосипедисты этим активно пользуются. И самое главное, не как у нас. Знаете, есть дорожка для велосипедистов, а по ней идет толпа каких-то. Я же матерей и прочего, в общем, бодляка. И еще идут и возмущаются. Ах, едет на своем велосипеде, на своем самокате. Здесь, пожалуйста, все. Дорожка для велосипедистов, значит, для велосипедистов. Вот это мне очень нравится. И еще. Псковские водители тщательно соблюдают правила. Требования знаков, дорожной разметки. То есть 40, значит 40, 60, значит 60. Очень тщательные, аккуратные водители. Все нас пропускают аккуратные водители. А первая достопримечательность, помимо, конечно, Кремля, который мы посещали вчера, вон там, Кремль. Это памятник княгине Ольге. Первая правительница Руси, которая приняла православие. Княгиня Ольга построила первый Троицкий собор вот там. Что еще? Ну, а об Ольге можно говорить часами, поэтому я ничего вам рассказывать и не буду. Просто пришел полюбоваться ее памятником. В общем, прогуляемся немного мы по парку, поэтому посмотрим вот великолепные старинные маленькие церквушки. Хочешь, заглянем. На мой вопрос, зачем наверху дверь, местные продавщицы церковной лавки не смогли дать ответ. В принципе, так же, как и на вот эти проемы. Но слепому видно, что наличие вот этих петель говорит о том, что когда-то это были ворота. Я не знаю, въездные или какие-то ворота. Пол вниз видно, что опускается. То есть само здание просело. Это были ворота. А вот здесь, соответственно, была калиточка. Ну, что скажешь? Меня потрясает отсутствие людей. Ну, как вы понимаете, по памятнику дедушке Ленинушке центральная площадь Пскова. Это у нас Псковский государственный университет. И вот, пожалуйста, Троицкий собор, Кремль, являющийся основной достопримечательностью этого старинного русского города. Если кому интересно, мы жили вон в том доме. Наша пешеходная прогулка заканчивается. Дальше переезжаем в один монастырь. Я вам расскажу о нем. И дальше. Значит, ребят, мы приехали в Спасопреображенский миржеский монастырь. Вот он. Очень древний монастырь. И основан еще аж до 1156 года. То есть храм Покрова на Нерли, да, где я был, где я был просто полон восторга, это построенный Андреем Боголюбским, это где-то после 1159 года. А это до 1156. И здесь находится уникальная церковь с уникальнейшими фресками до монгольского периода. И здесь этим можно насладиться. Надо ли говорить, что это объект ЮНЕСКО? Пошли. Что угнетает, друзья? Коммерциализация полная. С одной стороны, мы имеем церковь. Это Спасопреображенский собор. Объект ЮНЕСКО. Уникальнейшие фрески 12 века. То есть объект наследия, с которым я, как гражданин России, просто имею полное право в соответствии с Конституцией ознакомиться. Но вынужден платить деньги. Причем 250 рублей с человека. Псково-Изборский музей-заповедник. Мотивирует это тем, что это музей, это не церковь. В общем, 250 рублей, чтобы зайти и насладиться фресками. Все, это музей. Пошли. Ну, опять же, мне одному кажется, что здесь были ворота, а здесь были двери. Как тебе фрески? Церковь мне понравилась больше в Кремле. А, и, кстати, никакой трапезной я не нашел. Никаких пирожков, булочек, кофе-чая. Ничего. Поэтому мы едем дальше. Сейчас, в принципе, план такой, что двигаться в направлении острова. Все, я отключаюсь. До свидания. По совету наших зрителей, подписчиков, мы вот сейчас перед дорогой перекусить и там в туалетик сходить. Решили посетить псковское заведение под названием «Миша». Говорят, это целая сеть кофеин, там, я не знаю, кафе каких-то недорогих и очень вкусных. Вот сейчас зайдем, попробуем, и я вам расскажу. Стоит ли вообще обращать на это внимание? Нам посоветовали сюда сходить. О-о-о. Здесь вот настолько популярно. Номер заказа, если что, у меня сейчас в час дня 511. Пыльный бельон 85 рублей. Мясо запеченное 143. Тортики по 100-120 рублей. Вот. Пуриный супчик, свининка. Два тортика, чайник чая и пирожки с собой. 630 рублей. Я взял себе птичье молочко. Оно действительно вкусное. А у директора маковый торт. Как он? Бомба. Не часто директор хвалит сласти. В общем, собственно, это я отнес бы категории «столовой». С довольно широким ассортиментом. Но для столовой это тесно, потому что… А у тебя какое мнение, кстати, насчет вот этого заведения? Ты что скажешь? Дорогая столовская. Что вкусная, так это было первое. Все, поехали.